В эфире программа «Кто, если не ты?». Сегодня побываем в гостях волонтеров из общественной организации «Ростов без наркотиков». Под их опекой находятся воспитанники детских домов, старики и бездомные. Недавно под крыло попали и беженцы из Юго-Востока Украины. Когда начались военные действия на Украине, на Юго-Востоке, люди начали переходить границу и это начали показывать СМИ, телевидение. Мы решили тоже оказывать поддержку, помощь, потому что у нас есть в этом чуть-чуть опыт. Мы несколько лет занимаемся помощью кормлением бездомных малоимущих. У нас есть актив спонсоров, бизнесменов, которые неравнодушны, которые оказывают поддержку, помощь. Мы обратились сразу к ним, и они оказали нам в этом поддержку и помощь. И так получается, что я еще являюсь руководителем Ростовского отделения СМИ в России. И была ситуация такая, что ко мне руководство Москвы обратилось, что 60 человек, беженцев, матерь с детьми, переезжало границу, но было обстреляно. И водитель автобуса, ну, как-то, не знаю, испугался. Автобус старенький. А нужно было их везти до Владимира. И они обратились ко мне с просьбой помочь с доставкой до Владимира. Дмитрий Геннадьевич, вот он нам первый оказывал поддержку кормлению бездомных малоимущих. Я ему объяснил ситуацию. И человек за 3-4 часа нашел автобус, нашел водителя, нашел финансы, даже взял какой-то кредит, тому, может, что-то не хватило, друзей обзвонил. И люди в 3 часа ночи выехали в город Владимир. Вот. Так получилось, что я на тот момент был во Владимирской области, лично встречал этот автобус. И мы увидели, что в детском санатории этих людей разместили. И на самом деле люди попали под обстрел. Это были женщины и маленькие дети. Потом нам удалось еще один автобус найти с помощью нашего колл-центра, в котором девушки-волонтеры обзванивали людей. Тоже 60 человек мы уже на Тулу отправили. Приходят к нам автобусы, фуры мы разгружаем, перегружаем, находим транспорт, доставляем на Донецк, в Ростовской области. И там уже ополченцы забирают эти продукты питания. Ну и также помогаем беженцам в лагерях в Дмитриадовске и в общежитии на Ленина и на Зорге, где мы тоже продукты питания передавали. Бытовую химию, одежду, вещи. Вот. И сейчас вот в субботу найдем средства, найдем транспорт. И в Донецк, Ростовской области уже договорились 3 тонна вещей. Доставим туда, там уже их будут раздавать на месте. Мы узнали о месте Дмитриадовка, это заброшенный лагерь был, пионерский рейндж. И решили поучаствовать в помощи беженцам. Вот, естественно, узнали, как там, что обстоит, и поехали просто туда на машине. Для беженцев девочки на офисе взванивают продукты. Мы тоже их как есть, которые привозят, но они уже немного испорчены. Мы их перебираем. Дальше отводят их по там, где расположены беженцы. А недавно их должны были отвезти на Украину, где должен был быть открыт коридор. Там произошла какая-то ситуация, и они открыли. Они все были нас рады видеть. Мы им подарили игрушек. Вот. И они ждут нас все. Очень приятно общаться с детьми, да. После того, как мы приехали, я тоже немножко поучаствовал в общении с детьми и с родителями. Очень приятно, когда потом приезжали в другие разы, дети уже сами, зная нас, там, бежали к нам. О, привет, там. Как дела? Поиграйте с нами. Мне вот встретились дети, с которыми мне было легко общаться, в принципе. То есть были такие дети, но мне они не встречались. Может быть, к сожалению, может быть, не к сожалению. Или, может, это наоборот хорошо, потому что, значит, их мало, наверное. Которые вот реально попали под обстрелы и тому подобное. Соответственно, ну, им тяжело, да. То есть какие-то хлопки или еще что-то. Ребенок может и описываться там, и еще что-то такое. Мне, слава богу, такие вот дети не попались. Как-то я общался с ними легко, и все нормально было. В общественной организации «Ростов без наркотиков» помощь оказывают те, кто сам недавно в ней нуждался. Я сейчас здесь нахожусь в классе реабилитантки. Я попала в зависимость от наркотических препаратов. И моя мама нашла через интернет эту организацию «Ростов без наркотиков». Сейчас я прихожу здесь реабилитацию. Мне 16 лет. Команда ребят, девчат, которые оказывают поддержку физическим делом, телефонами, звонками, работают в соцсетях. Это люди, которые в большинстве своем прошли реабилитацию от наркомании, алкоголизма, отцерковились, стали православными верующими людьми. И с помощью социальной работы они активизируются и становятся полноценными членами общества. И оказывают вот в этом поддержку, в разгрузке грузов, допустим, в доставке грузов, где-то мы там выискиваем даже средства финансов. И это все занимаются эти люди. Ну, также есть люди-бизнесмены, есть люди просто индивидуальные предприниматели, есть просто люди-граждане, которые просто по телевидению или там по СМИ, допустим, видят или по социальных сетях видят призыв с просьбой о поддержке и помощи. И откликаются, привозят, передают нам, а мы уже передаем по назначению. Когда мы начали вести работу, нас поддержала Русская Православная Церковь. Вот. И мы имеем благословение правящего архиерея. Ну, так получилось, что, допустим, люди, проходя реабилитацию, они в большинстве случаев возвращались домой. Попадали в старый круг общения, и там происходили в большинстве случаев ситуации, что человек опять срывался. Или они опять к нам возвращались, или же люди умирали. Ну, прям, такие были ситуации. Сейчас, благодаря тому, что есть вот такой союз добровольцев России, допустим, ко мне могут с Москвы прислать, к примеру, человека, который, пройдя реабилитацию, потом будет научен быть добровольцем, вести какие-то дела, работы, трудиться, допустим, помогать бездомным, помогать беженцам, помогать престарелым, кормить бездомных. И, имея эти навыки, я могу ему дать уже рекомендацию, ему могу дать характеристику, позвонить, допустим, в город Москву, и там, в московском руководстве, в союзе добровольцев, я могу переговорить, пообщаться, и уже человек возвращается. Он не попадает в старый круг общения, а его подхватывают инициативные, полезные общества, люди. И уже есть шанс, что благодаря тому, что он здесь делал эти все дела, и вернувшись туда, он тоже делает эти дела, и он уже не возвращается к наркотикам. Такая практика действует уже год. Возможность помогать нуждающимся заставляет каждого вернуться к нормальной жизни в обществе. Среди недели у нас много акций, а в день мы уходим, мы уходим на рабочую площадь, там с детками играем, рисуем мелками с ними. Ну, наверное, часа два мы с ними точно занимаемся. Мы делаем добрые дела, мы ходим в детские дома, ставим для них сценки, и очень приятно, конечно, видеть улыбки на лицах этих детей, которые не имеют родителей, некоторых отказались. Ну, вообще, весь смысл организации нашей, да, состоит в этом, в изменении себя, в социальной работе, да, так как мы организация православная, то есть, соответственно, в православии существуют такие, ну, вещи, понятные, вот, христианам, да, кто ходит в храм, да и вообще, в общем, в общепонятные вещи, да, что надо делать добро, помогать ближним, и так далее, и тому подобное. Поэтому, не задумываясь, мы сразу, как бы, бросились помогать вот беженцам. Вот хочется помогать, хочется, чтобы много людей таких было, чтобы помогали, чтобы неизнимые были. Сейчас, на данный момент, по всем пунктам, где находятся беженцы, необходимые продукты питания, необходимые медикаменты, необходимые, ну, допустим, там, средства бытовой химии, ну, там, памперсы для детей, они могут обращаться по улице Кулагина, 37, также могут сдавать это все в Свято-Троицкий храм по международной, 5, храм на Орбитальной, Покрова Богородицы, ну, и могут по телефону 229-59-36, 270-82-18 позвонить, мы можем, постараемся приехать, все это, допустим, собрать и перепередать. Благотворителем может стать каждый, независимо от своего статуса в обществе или счета в банке. С вами была программа «Кто, если не ты?» Делайте добро чаще! Продолжение следует...